Ярославская область продолжает пребывать граждане Украины, покинувшие страну из-за военных действий. В общей сложности из соседнего государства приехали около 500 вынужденных переселенцев. Минувшим днем в аэропорту Тунушно приземлился борт МЧС России Ил-76. Сотни пассажиров. Они направлены в санаторий Сосновый Бор и Малые Соли. Наш корреспондент Марина Смарагдова встретилась с теми, кто бежал от войны. Они появились в санатории Сосновый Бор около 9 вечера. Уставшие, но не подавленные. Путь из Симферополя до Ярославля занял несколько часов. Малолетних детей больше половины. И Стунышно беременную женщину и ее мать отправили прямо в перинатальный центр. С первых шагов граждане Украины, сорванные с родных мест войной, почувствовали, что в России они не лишние люди, а те, о ком думают и не оставят без помощи. Мы сейчас обогреем, расселим. В Сосновом Бору разместили 36 детей, 21 женщину и 9 мужчин. В основном это молодые семьи, приехавшие из зоны военных действий. Устали, встретились, очень тепло, очень не ожидали. Было невыносимо стало. Люди вооруженные как-то там видели неоднократно. Решили, что эта ситуация очень такая, острая, напряженная. Мы решили уехать. Я сам русский, в Тынде родился, в Мурской области. Очень люблю Россию, очень люблю русский народ. Первичная регистрация прошла очень быстро, пока только анкетные данные. Но прежде ужин, с собой бутерброды. В пятницу началась индивидуальная работа с каждым прибывшим. Многофункциональная группа специалистов разных ведомств, врачи, прививки, админгривен и многое другое надо решать в комплексе. Во вторник-среду ждут новые группы бежавших из Украины в Россию. В правительстве области прошло селекторное совещание, которое скоординировало возможности приема во всех муниципальных образованиях. Структуры, подобные областным, будут открыты и в районах. Предсказать, сколько переселенцев ждать, невозможно. Надо полагать, что это только начало. Можно говорить о том, что сегодня на территории области 500 человек, которые нуждаются в нашей поддержке. Санатории начали готовиться еще неделю назад. В вечер приезда на ужин были макароны с котлетой и запеканка. Кормить приезжих будут отдельно, как, собственно, и соблюдать режим карантина. Календарь приемок в России и на Украине не совпадает. Подготовили комнаты для проживания. Для приема закупили необходимые вещи – посуду, памперсы и бутылочки для младенцев. Мы очень рады помочь людям, попавшим в беду. Мы подготовили все, что могли на первое время. Завтра узнаем о их нуждах, подготовимся, закупим то, что нам не хватает, согреем теплом, накормим, успокоим. Семья Ирины и Руслана заселяется в домик. В номерах есть все для нормального проживания. Отдыхайте. Спасибо. Одни стрельбы слышали, что можно слышать. То детей убивают. Как только подошел, и ребенка убили. А что можно так жить? Слава Богу, приняли, накормились. Дай Бог им здоровья. Семья Дмитрия Стасенко из Славянска. Он украинец. Говорит, что у нас красиво, так же, как у них на родине. Было когда-то. Перспективы пока не очевидны. За ситуацией на Украине следит и не видит возврата к прежней жизни. Мы не сможем вместе жить. Это уже дали понять. Был референдум, и все же это показали, и все же было видно. То есть народ проголосовал и показал свое изъявление, которое он считает нужным. Жена Дмитрия надеется найти в России работу в медицине. А самыми первыми обжили новое пространство дети. Перед адаптацией заняло у них не больше часа. Спасибо за все. Марина Смарагдова, Максим Сушанов. Продолжение следует...